Вот такой ингалятор у меня получился. У меня есть сомнения, наверное, точно так же, как и у вас. Не будет ли вреда от такой ингаляции, что рассеяло почти полностью мои сомнения? Соляные шахты используют для лечения бронхолёгочных заболеваний. Атмосфера соляных шахт насыщена солевой пылью, которая, попадая на слизистую оболочку, уничтожает вирусы и микробы. Постепенно дыхательные пути очищаются от мокроты, слизистая оздоравливается. Винничанин Валерий Кульматицкий придумал, как в домашних условиях организовать лечение солью. Он приспособил кофемолку для создания пылевого облака. Мне кажется, можно создать пылевое облако ещё проще. Вот такой солевой ингалятор у меня получился. Обрезанная пластиковая бутылка подходит по диаметру к этой баночке и плотно вставляется. Две столовые ложки морской соли я перемолола в пыль на кофемолке. Можно взять обычную соль и добавить в неё пару капель йода. Поместила в баночку перемолотую соль. Если встряхнуть баночку с солью, поднимается солевое облако. И пока оно не улеглось, можно подышать, как в маске, воздухом в обрезанной части бутылки. Вдох делаем ртом, а выдох носом, помимо бутылки. Получается 3-4 вдоха. Затем снова банку накрываем колбой и встряхиваем для того, чтобы создать солевое облако. И снова делаем 3-4 вдоха. Так в течение 5-10 минут. И повторяем такую ингаляцию 3-4 раза в день. А для профилактики 2 раза в день, утром и вечером. У меня есть сомнения, наверное, точно так же, как и у вас. Не будет ли вреда от такой ингаляции? Ведь пылинки соли гораздо крупнее, чем ионы натрия хлорида, которые насыщают воздух естественной солевой пещерой. Вот что рассеяло почти полностью мои сомнения. Но, конечно, осторожность всё равно не повредит. Вы можете сами прочитать, как устроена соляная пещера, разработанная учеными. Как это работает и что речь идёт именно о солевой пыли. Но осторожность, конечно, не помешает. Особенно, если присутствует острый воспалительный процесс носоглотки. Спасибо. 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 Спасибо.